Извините, я просто пока в раж вошел, я все-таки слушателям и зрителям все-таки отвечу на вопрос, потому что Валера все равно не сможет ответить. Он сказал, что шарообразную землю придумали. Сейчас я в эфире покажу. Так, давайте я демонстрацию запущу. Так, демонстрация. Я сейчас буду рассказывать слушателям и зрителям, почему шарообразная земля. Многие слушатели и зрители самостоятельно знают этот ответ, но Валерий с третьим глазом не может ответить. Я отвечу сейчас в эфире. Так, потому что ты в Котляру ФМ допустил тотальную ошибку. Ты использовал фразу, ты не предполагаешь, ты сказал, что именно так и есть. А именно так и есть нельзя говорить, потому что ты не можешь знать на 100% как устроена наша земля. Ты только можешь построить свои знания на роликах, которые ты учишь в интернете за последние полгода. Итак, сейчас я буду слушателям и зрителям серьезную информацию доносить очередной раз. Начнем издалека. Значит, смотрите, какая ситуация произошла. На самом деле темные ничего не могут нового придумать. Поэтому мы берем, открываем абсолютно левую карту. Вот, вот на примере этой карты я вам покажу. Допустим, они знали, что существует такая карта. И, допустим, определенным людям на определенной стадии, вот, допустим, они убрали этот момент и сказали, что земля, значит, вот это есть только кусочек земли, на котором мы живем. Значит, произошло то же самое с моделью нашей земли, обрезание. Просто те, кто нас оккупировали, у них очень модно делать обрезание. Вначале я схемой нарисую, как это, ну, вы уже знаете, что мы находимся на, ну, давайте еще на рисунке, кто впервые. Вот это, это схема. То есть, таких яиц много. Каждое яйцо находится в соте. Таких сот, мириады. Ну, вот такой вот пример. То есть, вот наша земля, она в миллиарды раз больше, в мириады раз больше. Значит, вот наша планета выглядит так со стороны. Идем дальше. В каждой соте такое есть яйцо. Это яйцо своеобразно является и верхним куполом одновременно, и нижним куполом. Так, теперь рисуем шестигранную соту. Вот, шестигранная сота. В этой шестигранной соте находится овал. То есть, в этой соте находится яйцо. Я вам уже на примере лотка яиц показывал. Или вот так вот. В этом куполе находится круг. Желток. Желток в свое время имел уздечки, да? Сверху и снизу связан. Вот это, кстати, была она же нить Кощея, игла Кощея, которую сломали. Она же, скажем так, Вавилонская башня. Она же дуб из сказки Пушкина. Она же ясень-индросиль. Она же дерево двипа, в общем, мистическое дерево. Вот, это дерево убрали в свое время, кстати. Теперь, вот это все яйцо, вот как, знаете, вот ребенок в утробе матери находится приблизительно на глаз. Кстати, ребенок находится в содовой среде, очень близко по структуре к соде. И вот, смотрите, вот это все заполняет океан. Вот мы с вами, уважаемые слушатели и зрители, живем, даже давайте не так, чтобы было понятно. Мы живем с вами на вот этой поверхности. То есть, земля действительно шарообразная. Но нам, нам просто убрали продолжение этой земли. Они должны были от чего-то отталкиваться. Они просто всю вселенную обрезали. Не в состоянии, это только, не знаю, там кто, неважно, кто может придумать, что кто-то что-то может придумать. Ничего невозможно придумать. В наших сказках это все хорошо рассказано. Вот, на свое время, вот это же я говорю, у нас спилили это дерево, которое находилось на современном арктическом круге. И еще в завершении вот этот, наверное, скриншот покажу. Вот это же, кстати, модель нашей земли. Я уже много раз, миллион раз говорил и повторюсь. Давайте я вам открою еще раз ее, открыть с помощью. Вот, мы с вами живем на выпуклой поверхности. Но эта выпуклая поверхность, на самом деле, плоскость, вы где-нибудь видели вообще, я не знаю, что вы... Так оно, ну, плоскость, в общем, не требует. То есть, дальше оно уходит вниз. Это яйцо. Давайте зеленым. Потом. Вот. Вот, на самом деле, как оно все дело обстоит. Да что я хотел? Это зеленым. Давайте еще раз зеленым. Так, еще раз. Вот земля. Так. Вот плоскость воды. Вот как выглядит это. Это одна из сот. Как еще раз со стороны она выглядит? Вот так вот. Вот, пожалуйста. Еще вариант. Вот это у нас вот так вот приблизительно обрезали. Из космоса. Это, кстати, пылинка под микроскопом. Кто-то на нашу планету точно так же смотрит под микроскопом. Наша планета всего лишь пылинка. Всего лишь пылинка. Детская игрушка очень четко показывает, как обстоит дело. И обстояло в других сотах. Видите, справа уже как бы дерева нету. Но обратите внимание, кто-то грамотно нарисовал. Тут тоже выпуклая поверхность. Слева показана детская игрушка, на котором изображено дерево ясень индросиль или дуб, который в лукоморе. Или другими словами интернет наш. Мне подсказали, что в фильме Аватар была тождественная ситуация. То есть, если бы спилили дерево, которое у них спилили, они перестали между собой общаться. Кстати, впервые про это дерево я узнал в 15 лет. Значит, там получалось... Я читал Михаила Волкова. Золотой шар. И там было написано, как из соседней соты из нашей, в другую соту через специальный портал. Ну, не портал, а там не Баба Яга была. Вот Баба Яга, повернись к лесу задом, а ко мне передом. То есть, вы заходите в избушку, проворачиваетесь и выходите в другую соту. Но в сказке Золотой шар был не... Не Баба Яга, там был другой пограничник. И он в другую соту запускал. Другая сота была непроходимой стелой леса, огорожена. Той сотой, откуда наши путешественники пришли. И когда они пришли в эту соту, пытались... Вот это дерево, которое их оккупанты захватили и пытались... Ну, ядом отравили. И люди в этой соте из-за того, что дерево было ядом отравлено, они не могли между собой общаться. Спилить они его не могли, оккупанты, потому что технологий не хватало. А ядом отравили. И поэтому главные герои спасли эту соту от этого захватчиков с помощью того, что дерево избавили от ядов. Все, я высказался, передаю слово. Так, надеюсь, я не... Хорошая речь была. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok